Футбольные болельщики чекали гэтага из минулой осени. Начался чемпионат Беларуси по футболе у высшей лизы. Причем символично, что в Борисове, городе, чей клуб на протягу опошных годов на футбольном Олимпе. Баты начинают чемпионат у якостей фаворита, но знову есть команды, которые так само постараются позмагаться за золотые медали. Спортивная подея у центральном регионе у нашей рубрицы Матчбол. Специалисты и все те, кто пильно сочит за беларуским футболом, одразу скажут, что головные претенденты на чемпионский титул. И на весь пьедестал все теж. И у всех этой клуба представляют Минский регион. С початку об головном претенденте Баты не сказать, что мощно распачал сезон матчем супраць Мозырской славе, а Легульню показал якостную и добился перемоги с ликом 1-0. Головный тренер Баты Александр Ермакович отзначил футбол. Футболистов Мозырской славе и додал, что футболисты с Борисова выконали установку на этот матч. Скажу честно, мы не ждали легкой прогулки, зная и характер Юрия вообще, знаем, как он может настроить своих ребят, поэтому ждали приблизительно такой игры. Хотели забить быстрый гол, к сожалению, нам не удалось этого, но, скажу честно, было очень тяжело, особенно в первом тайме. Баты на первый взгляд в этом сезоне выглядаемо от сне. В команду вернулись былые барысовчане и выхованцы команды Игор Стасевич и Максим Жаунершек. Так самая молодость, которую тренерский штаб Баты обкатывал в этом сезоне, только набралась эмоции и обязана показать себя еще больше. Утемрику открытство минулого года Александр Корницкий. В такой команде, как Баты, всегда сложно конкуренция не только в центре, на любой позиции, поэтому мне сложно сказать. И прошлое, и нынешней зимой на каждой позиции в Баты два отличных, как минимум, исполнителя, поэтому это невозможно как-то оценить прошлое и нынешнее. Другий претендент на золото в этом годе селигорский шахтер, який в первом туре выиграл у Слуцка 2-0, а восьминской Динамо пакуль, что подстроиваться до потребования у нового головного тренера Душина Угрына. С пошатком Минчане были близкие до вылету с Кубка Беларуси, а в первом туре сгуляли уничею с Неманом 1-1. Минск молодец, на Барысо, Пинск и Брест рыхтуются до чемпионата света по футзале. В первом туре таки статусный турнир пройдя у нашей краине. Напереды дни у столичной ратуши перед журналистами была презентована национальная команда Беларуси, яка сгуляя на хатнем для себя в чемпионате света. Это форум, яка отзначал первый вице-президент национального олимпийского комитета Максим Рыжанков, нацелен на популяризацию худзала во всей Украине. Именно тому матчи турнира пройдут в пяти городах. Минску молодец, Барысо, Випинску и Брестя. Вы видите, уже везде по городу Минску можно увидеть этого ёжика, красивого, который является талисманом. Около дворца спорта и Минской арены планируется установление точек питания, каких-то сценических подиумов, на которых планируется выступление артистов города Минска. Ну и дополнительно планируется размещение различного рода спортивных переместных таких площадок. Капитан сборной Беларуси Дмитрий Кудзя отзначает, что на команду обрушилась небывалая увага. Однако хатни от трибуны натиск прессы только допомогуть выступлению сборной Беларуси. Ну только медали, если честно. Ну там уже, как пойдёт, это спорт, и тут никуда не уйти. Ну цель, задача и цели руководства – это медали. Чемпионат свету по футзале стартует 17-го красавика. У гэтый день у матча открытия на Минск-арене беларусы примут бразильцов. У группе с нашей командой, окромя Бразилии, сгуляют Уругвай и Австралия. Приходьте и поддерживайте нашу команду. Тем больше беларусы у гэтым бите спорту одне с наибольшь мощных у свете. Продолжение следует...